Окиншина о Козловском. На съемках Чернобыля мы стали семьей. Оксана призналась, что считает Данилу очень талантливым человеком. Же больше года ходят слухи, что актер и режиссер Данила Козловский ушел от актрисы Ольги Зуевой, которая подарила ему дочь Оду Валентину, к актрисе Оксане Окиншиной. Спустя время появилась информация, что знаменитости стали жить вместе. Сами звезды никак не комментируют данную новость, однако Окиншина не скрывает теплых чувств к артисту. В своем блоге она делилась видео с Козловским, а также не раз выходила с ним в свет. Более того, Оксана не скрывает, что считает Данилу очень талантливым человеком. Никто не посвящает работе с артистами столько времени, как Данила Козловский. Очень редко, когда съемочная площадка дышит как один организм, пашет на все сто, вне зависимости от статуса или должности. На съемках Чернобыля мы все стали семьей, существовали на одной общей энергии, большой период времени. Это такие воспоминания, которые сложно быстро забыть и пережить. И героиня оказалась прямо моя, я хорошо ее поняла. Почти невозможно, чтобы артист полностью вжился в героя, так бывает к третьему сезону или продолжению фильма, что ты вдруг полностью врубился в тип мышления своего персонажа. А тут я почувствовала характер уже на этапе сценария, рассказала знаменитость в беседе с порталом Собака.ру. Напомним, Акиншина встречалась с актером Алексеем Чадовым, а позже была в отношениях с музыкантом Сергеем Шнуровым. В 2009 году актриса родила сына Филиппа от супруга Дмитрия Литвинова. После развода Оксана закрутила роман с певцом Алексеем Воробьевым, а с 2012 года была замужем за кинопродюсером Арчилом Геловани, которому подарила двух детей сына Константина и дочь Эми. Уважаемые зрители и подписчики, сейчас минутка вашего внимания. Вот если их не формировать, листья будут, а плодов нет. Четыре нижних листа сразу оборвать. Ну, не сразу, а когда появятся над ними какие-то листья. Когда появляются все эти плети, нужно их обязательно прищипку делать. Нужно оставить только два листа и отщипнуть. И сделать это надо, естественно, как можно раньше. Тогда у вас в пазухе каждого листа будет огурец. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Галина Александровна Кизима. Мне 83 года и уже 60 лет я занимаюсь садоводством, огородничеством, цветоводством на своих шестисотках. Я не копаю, я не поливаю, я практически не полю, а собираю урожай. Скажете, это невозможно? Возможно! Все время подсматривайте, что делает природа. Действовать только в соответствии с природой, ни в коем случае не поперек. И если вы бы не будете путаться у нее под ногами, она все сделает вместо вас. Я автор вот такого видеокурса знаменитого уже теперь «Огород без больших хлопот». Покупайте, следуйте тому, что там написано, показано. Кроме того, всегда экспериментируйте на своем участке.